В Актюбинской области увеличиваются площади масличных и кормовых культур. Сухой и жаркий климат вынуждает переходить аграриев на выращивание подсолнечника. Во-первых, труд субсидируется государством. Во-вторых, в Актюбе есть массозавод, который выгодно принимает урожай на переработку. Первые всходы растений, которые так напоминает солнце, на полях оценила Елена Устимович. Крестьянское хозяйство поселка Акжар заканчивает посев подсолнечника. Работают аграрии с гибридным сортом «Пионер». Семена уже протравлены, то есть защищены от почвенных вредителей. В них добавлены и ускорители роста. Мы уже второй год сеем этот сорт. В прошлом году некоторые поля нам отдал по 22 сантиметра урожай. Но в среднем где-то 13-14 сантиметра взяли. 20% от всех площадей хозяйства сегодня занимает подсолнечник. Культура засухоустойчивая и может извлекать воду из глубоких слоев почвы. Большое значение для него имеют осенне-зимние запасы влаги в почве. Потому аграрии ждут в этом году хорошего урожая. В прошлом году мы 3500 сели подсолнуху. В этом году 2600. Почему? Потому что каждый год культуру подсолнуха в одном поле нельзя сели. У нас для села подсолнуха есть специализированный американский селка, точная высева и трактор. И специально у нас жадки есть на уборку подсолнуха. Выращивать пшеницу, говорят работники сельского хозяйства, в регионе становится экономически невыгодно. Сухой и жаркий климат вынуждает переходить аграриев на кормовые и засухоустойчивые культуры. Диверсификация в регионе продолжается. Площади подсолнечника растут благодаря субсидированию от государства. Работа проведена на площади 450 тысяч гектаров. Зерновые произведены. На площади 60 тысяч гектаров произведен посев кормовых культур. Что касается картофеля, овощей и бахчевых культур, работы в этом направлении на сегодня полностью закончены. Оказаны всевозможные поддержки, в том числе выделено 8 тысяч тонн удешевленного дизельного топлива по 95 тенге за 1 литр. По линии Казагра хозяйства продолжают получать льготные кредиты. На регион в этом году выделено 490 миллионов тенге, большая часть из которых уже выданы. Мощный удар специалисты готовят и в случае нашествия саранчи. Почти 500 миллионов тенге припасено на различные защитные мероприятия по борьбе с вредителем. Елена Устимович, Балт Молдогалиев, Айбек Даутов, Октябрьская область.